Приветствую вас! На самом деле, не важно, кто прав. Не важно, кто прав. Я серьёзно говорю. На самом деле, не важно, кто прав. Важно другое. Что хотите вы. То есть ваши финансовые обязательства касаются только вас, и только вы решаете, как эти финансовые обязательства погашать. Вот, ваша мама, она беспокоится о вас, она заботится о вас, она хочет помочь, и это её право. Но! Но! Личевой момент не в этом. Личевой момент немножко в другом. То есть то, а, вы не уверены в себе, и, б, то есть вы живёте с кредитом, а это значит, что вы живёте непосредством, а это значит, что у вас нет личных границ. То есть у вас нет чётко осчёршенных личных границ, и нет чётких правил. Вы говорите, что вам не нужна кабала. Возможно и так. Но почему вы не думали так, когда брали кредит? Понимаете? Да. Поэтому здесь история немножко другая. Так что первое, это не уверены в себе. Второе, вероятно, это то, что вы, ну, как-то вот склонны себя за что-то обвинять. Возможно, вы впыльчивее бываете. Вот. Возможно, вы склонны себя винить, и на чувстве вины можете делать что-то такое, о чём потом будете жалеть. Вот. Не очень понятно, вот вы пишете, моя мама вошла в инвестиции, называется кэшбэри. Деньги выводит сама, проверялась, то есть это как бы к чему и зачем вы проверяли, выводит она деньги или нет. Далее вы пишете, имеет два кредита, сумма всей задолженности 124 тысяч, и мама мне предлагает этот кредит на 200 тысяч. Говорит, ты перекроешь все эти кредиты. Нет, но с этой позиции она провал, в смысле, что вы возьмете 200 тысяч, один кредит, вы, значит, избавитесь от двух кредитов, и у вас будет только один кредит, но платить вы будете больше. То есть мама как предлагает, по её мнению, сменить больше зло на меньше, по сути. Вот. Дальше, ты в денег, говорит, будешь получать по 1900, а в месяц 56 тысяч. Откуда деньги? Не очень понятно. Механизм заработка денег не очень понятен здесь. Если ваша мама вошла в инвестиции, да, и непонятно откуда будут деньги, то есть это мамина инвестиция, а почему вы будете получать? Не очень ясно. Я не вижу для себя, простите, никакой выгоды. Почему простите? Да, я получаю небольшие деньги, но это тоже деньги. Где вы получаете деньги? Небольшие. У кого? Кредит у меня в банках Промсвязьбанк и Альфа-банк. Я как оплачу сумму за кредит Альфа-банка 3200, у меня сумма задолженности за кредитов станет 118 тысяч. Так, ну а что-то как-то не получается на самом деле. Почему? Ну ладно, ладно, хорошо. Такая история. Если брать кредит на 200 тысяч, получается у меня сумма задолженности будет не 200, а больше. Да, получается сумма задолженности больше будет больше, но платить вы будете, как по мнению мамы, не одному банку, точнее не двум банкам, а одному. Ну и, соответственно, это более надежно, более стабильно. Плюс проценты, да? Все правильно. Получается платить не только эти два кредита. Нет. Почему не только эти два? Эти два кредита вы платить не будете. Эти два кредита, по мнению мамы, вы платить не будете. Эти два кредита вы закроете сразу, тем, что возьмете кредит на 200. И у вас останется только один кредит, который вы будете платить и все. Так что в этом выгода не то чтобы есть, но по мнению мамы эта выгода имеется, особенно с учетом вашего дохода. Я правда не понимаю, кто сколько и откуда получает. Мне хватает 2 кредита, скажите кто прав, я или моя мама. Ну вы понимаете какая история, правы вы обе. То есть если вы считаете, что 2 кредита по текущей ставке и по текущей сумме вам платить удобнее, чем если вы возьмете новый кредит и один не будете, и вы его оплачивать будете, то есть у вас будет только 1 кредит, если вы возьмете на 200, 2 кредита вы уберете. То есть смените по сути 2 кредита на 1, если вы считаете это плохо, плюс сумма будет больше. Если вы считаете, что вам это не подходит, то это ваше решение, и вы правы. Ну и мамы со своей точки зрения тоже права в том, что считают, что 1 кредит лучше 2. Мне непонятно откуда вы взяли, что у вас 3 кредита будет. Это первое. Мне непонятно кто что получает, кто что откуда получает, вот. И соответственно, совершенно очевидно, что вы не уверены и не уверены в себе, и в общем-то у вас нет своей четкой жизненной позиции, что опять же говорит об отсутствии личной границы правил, которые стали причинами, по которым вы взяли кредит и которые стали причинами, по которым вы обратились сюда сейчас. Были бы у вас четкие правила, вам бы не понадобился наш совет и наши рекомендации. Ну и понятней уверенности в себе у вас тоже нет. Вот с этими моментами я и предлагаю поработать. Также возможно немножко подкорректировать ваши отношения с мамой, чтобы больше таких казусов не возникало. Обратите внимание, что ваша мама только присутствует, папы нет, то есть как бы папа отсутствует. Возможно в этом еще проблема, что вы себя недолюбливаете, вы себя не принимаете, постоянно себе что-то запрещаете, позволяете потом себя за это винить и в итоге происходит такая вот постоянная борьба и обвинения. То есть недолюбленность со стороны отца тоже играет существенную роль. Если она есть, с ней тоже нужно поработать. Вот такая вот история. То есть вы явно не поняли здесь то, что хочет мама в принципе. У вас искаженное представление получилось об этом. Вопрос подходит это вам или не подходит, это уже нужно задать вам вопрос. Но еще раз, правых или неправых людей не бывает. У каждого своя позиция, весь вопрос, восприятие вреда и пользы от позиции каждого. А это восприятие указывает свое. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь отходить потихонечку от этой позиции прав-неправ и просто-напросто имейте свою позицию со своим пониманием пользы и вреда. Если кто-то что-то предлагает и вы видите в этом для себя пользу при этом досконально и сучив все детали, то это можно принять. Если нет, то нет. А вот у меня есть сомнения, что вы отдаете себе отсчет в том, что для вас польза и что для вас вред. В этом, кстати, тоже могу помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.